Кружевница, невеста, лотос, куханна, журавушка на сорта участки в НИИСО и сегодня испытывают 26 новых сортов главной амурской культуры. Эти бобовые еще не включены в госреестр, но по мнению ученых, именно за ними будущее. Уже сегодня эти сорта показывают наилучшие показатели по всхожести, крупности листа и, конечно, урожайности. На то, чтобы вывести один такой вид, у селекционеров уходит до 15 лет кропотливой работы. У нас сорта адаптированы к нашим климатическим условиям. У нас зона Амурская область, зона рискованного земледелия. Сорта у нашей области отселектированы в наших условиях. И ежегодно, если будут использовать наши сорта, ежегодно они будут давать высокую урожайность. Ежегодно ученые исследовательского института сдают до пяти новых сортов соя. Одна из последних – вот эта совместная разработка китайских и амурских селекционеров – китросса. Ее показатели для наших земледельцев просто рекордные – свыше 40 центнеров с гектара. Ее отличительные черты – это высокое содержание белка и жира, крупные бобы, что особенно ценят переработчики, белый рубчик. За счет чего тоже масло или майонез получается не темным, а светлокремовым. Наши новинки высоко ценятся не только среди агрария в Преамуре, но и земледельцев из Поднебесной. И не только само название сортов изменилось, но и изменилась продуктивность сортов. Если у нас раньше были сорта предыдущие, они тоже имели, мы считали, высокий уровень урожайности от 25 до 35. Сейчас у нас идет показатель от 30 до 40 центнеров с гектара. Всероссийский день соя – это не только презентация новых сортов бобовых, но и представление сельскохозяйственной техники. На площадке возле Казмодемьяновки прямо под открытым небом развернулся настоящий автосалон. Комбайны, тракторы, навесные орудия, рулонные пресс-подборщики и многое другое – все то, что существенно облегчает работу аграриев. К примеру, одного этого кормоуборочного комбайна вполне будет достаточно, чтобы заготовить сено для стада в несколько сот голов. Эта модель интересна чем? Что обеспечивает очень высокое качество резки, практически на всех культурах, начиная от сенажа и кончая, допустим, кукуруза на силос. Комбайн способен обеспечить кормами порядка 800 тысяч уголов дойного стада. Если цены на импортную технику кусаются, на этой выставке можно подобрать отечественный аналог. Показатели по мощности и производительности одинаковые, а цены в 2-2,5 раза ниже. Те же знаменитые кировцы в зависимости от комплектации двигателя будут стоить до 5 миллионов рублей. Такие же иностранцы – 15-20. Вот оно, импортное замещение на практике. И правительство правильно свою политику ведет, что импортное замещение. У нас есть своя техника. Это Росельмаш, Петербургский тракторный завод. И благодаря программе 1432 завод увеличил объемы в 2-2,5 раза. Кроме техники, аграриям показали современные марки удобрений и гербицидов, сельхозоборудования. Всероссийский день СОЯ – это не только многочисленные выставки, но и практические семинары, которые проходят на возделываемых полях. Как правильно выращивать бобовые, обрабатывать посевы, собирать и хранить полученный урожай. Темы вот таких мастер-классов – масштабное мероприятие, посвященное фирменной амурской культуре. Стартовала. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной канал.